Приземлились Вчера примерно отъехал 3 часа от Богаты По дороге искал какой-нибудь отель Более-менее нормальный, нифига нету Вот остановился я в таком отеле для дальнобойщиков Вот моя машина Здесь вся платформа была заставлена фурами Сейчас 7.30 утра, уже никого нету, все уехали Я один только проспал Вот такой вот номерок Ну, конечно же, никакой горячей воды, Wi-Fi Или завтрака Ничего подобного здесь нету Только такие какие-то серые простыни Желтые полотенца Вот сейчас я поеду дальше Сегодня я должен приехать в Медельин 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 Нет, такого как-то Медельин Ну, как-то так, короче, туда Еду, еду, сегодня, весь день еду Уже еду часа 4-5, наверное До Медельина осталось совсем чуть-чуть Вот здесь нашел такое местечко, где летают на параглай... Ну, парагладин, короче, делают На парашютах летают Хочу попробовать Стоит 100 тысяч песо Примерно 30 баксов Сейчас испытаю Надевают меня Вот такое одели Сидение Сейчас Штурману Пилоту дадут Такое же Парашют уже раскладывают Наверное, ничего не будет слышно, что я буду говорить наверху Но, по крайней мере, посмотрим красоты Вот так это примерно выглядит Окей, Роман, что мы будем делать сейчас Два шага к левому И когда я тебе скажу, что мы будем прыгать Просто продолжай прыгать Не сидя Два шага к левому Окей Он сказал, что все, что нам надо делать, это просто идти вперед Не останавливаться Дальше он все делает сам Окей, Роман Пойдем Отлично Пойдем Пойдем Уже Уход Уход Субтитры создавал DimaTorzok 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 И паспорт, карточку и деньги, которые у меня есть наличные, я их выложил. С собой взял, наверное, 1100 песо, это примерно 30 долларов. И также карточку, ну, как бы дополнительную свою карточку в кошельке. Дополнительно, когда я уезжаю, допустим, из отеля, и я знаю, что есть риск получить не очень приятные эмоции, когда ты возьмешься в отель. У меня не раз из отеля первый телефон в Мексике, и тем более, если у тебя есть наличные деньги. Наличные деньги у меня воровали на Кубе, прямо из сейфа. Вы не думайте, что у хозяев отелей нету, ну, то есть у уборщисти нет, включают сейфа, который находится в вашем номере. Это все есть. Вот, поэтому, ну, как бы я стараюсь предусмотреть это. Обычно все люди всегда кладут деньги в паспорт. Вот, я тоже кладу деньги в паспорт, песо, кубинский, и также карточку свою положу в паспорт. Паспорт я кладу на видное место. А основные деньги, которые у меня лежат в другом, как бы, ну, то есть крупную сумму. У меня, например, есть вот такой полотенце, которое я иногда беру с собой, ну, видите, ну, которое, знаете, воду хорошо впитывает на такой резиночке. Я беру вот это полотенце, вот так вот скручиваю, а здесь у меня внутри лежат деньги. Вот это, в принципе, достаточно удобно, и, как правило, если у тебя что-то воруют, то у людей хотят там что-то быстро взять и уйти. Ну, то есть поменьше времени, чтобы это заняло. И поэтому самые очевидные вещи смотрят первыми. Сумки с вещами, там, какие-то по карманам могут построить кошельки, найти паспорт. Вот, и до мелочей, как правило, никто не будет докапываться. Поэтому я всегда, как бы, кладу какую-то сумму в паспорт, чтобы человек, ну, и карточку. Чтобы человек думал, что у меня деньги на карточке, а то, что у меня есть кэш, я положил в паспорт. Ну, возможно, такой свет когда-нибудь вам поможет, возможно, он когда-нибудь вас оградит от ненужных проблем на отдыхе. В общем, я приехал в самое тусовое место Медельина. Это парк Ерос, называется. Здесь полно всяких ресторанов, баров, ночных клубов и так далее. То есть все сюда приходят тусить. Такой парк, на самом деле, маленький. Один квартал всего занимает. Вот. И я думаю о том, чтобы исключить Медельины из своей программы, потому что, ну, по сути, ехать в 8 часов из богаты, чтобы, потому что не ездил, ничего не видел в Медельине, путевого. А ехать в 8 часов из богаты просто, чтобы погулять по городу, там, постричь граффити или сходить в какой-нибудь один музей, считай, нецелесообразным. Тем более, Медельин в первую очередь славится своими клубами ночной жизнью. А, и хотя еще самыми красивыми девушками во всем мире, как говорят самые колумбийцы. Вот. Но в моей группе люди не особо этим интересуются, поэтому я буду делать программу под них. И, скорее всего, Медельину исключу из программы. Но вам я его покажу. Устраивай себе сегодня американский день. Еще один бургер, только уже выглядит поаппетитнее. Манговый сок из выжатой. Перед походом в клубешник надо перекусить. Напить желудок, чтобы мне она дольше хватила. Сейчас покажу вам, как выглядит клуб. Сегодня понедельник, я не жду ничего сверхъестественного, но, по крайней мере, посмотрим, как это происходит. Вернулся я в отель, зашел в пару клубов, они вообще пустые. Ну, то есть пустые, от слова прям вообще, ноль человек. И хотя бары внизу были полные, может быть, там они ждут пока закроются бары, бухают в барах, там идут в клуб. Но, в общем-то говоря, в облом было ждать. Вернулся в отель, дескать, идет ночной дозор. Точнее, уже закончился. Я же понимаю, что вам важен не сам интерьер клуба, а важна атмосфера, что вообще происходит, какие люди и так далее. Поэтому запишу вам видео про клубешник колумбийский чуть попозже. Надеюсь, в эту поездку получится. Так что, всем спокойной ночи, а я буду пилить видео.